Я хочу вас всех поприветствовать. Спасибо, что вы все пришли на сегодняшний вебинар. Меня зовут Лена Шпенглер. Я живу в Германии в городе Крайсхайм, Баден-Вюнтерберг. Я хочу поблагодарить вас, что вы сегодня здесь и хочу рассказать вам чуть-чуть о своей истории, как я вообще попала в сферу здоровья. И расскажу вам потом немножко о спреях, о моих результатах. И, как говорится, если я кому-то смогу этим помочь или, как говорится, бодрить вас духом, то я буду только очень рада. Что я вам хочу сегодня рассказать. Я сама по себе человек, была раньше далеко от здоровья, здравоохранения. Вообще, я закончила институт культуры, режиссерское отделение в Краснодаре. Вот, был у меня опыт работы. Я работала организатором массовых праздников. Ну и потом какой-то период, сами знаете, лихие 90-е, я ушла в коммерцию. И уже в то время, в 21 год, я открывала свой собственный бизнес. Открывала фирму для одних людей. И, в общем, у меня за 2-3 года собрался быстрый, но хороший опыт, как открывать свой бизнес в России. В общем, я 5 лет успешно провела свой бизнес там. Потом, значит, мы переехали в Германию. Я приехала, думала, ну, здесь тоже так же открою бизнес. Но тут-то было. Все мои дипломы не подтверждались, потому что как аниматор мне нужно было снова учиться, а как торгопродавец у меня не было специального образования. Потом я пошла учиться, получила товароведческое образование здесь. У нас называется по-немецки Kaufraum Antihandel. Ну, на русский, если перевести, это это товаровед. Или человек, который может организовывать свой бизнес, работать в торговле, ну, и так далее. В общем, я проработала 9 лет в торговле. Здесь фирма Carstadt, потом фирма Lidl. Я была заместителем филиала этого, заведующего филиала. И когда я уходила в декрет, я сказала, я никогда сюда больше не вернусь. Вот. И так случилось, что пока я была в декрете и 5 лет находилась дома, я открыла свой детский частный садик и работала с малышами. Там проявились мои способности психолога. И в большинстве случаев мне приходилось с родителями очень много общаться. Скорее всего, я больше надо воспитывала родителей, чем детей. Ну, вот. Ну, и когда, скажем так, мой опыт уже произошел, все мои собственные ожидания, получилось так, что моя жизнь ложилась в один прекрасный момент или в благополучный момент. За один год, значит, я разошлась с мужем, потом заболел тяжело мой папа. Может, все меня поймут, кто потерял недальное время близких. Папа мой заболел раком. К сожалению, в то время я не знала, что существуют такие продукты, хотя они уже были в тот момент. И его, можно сказать, залечили химотерапией, иммунная система не выдержала, и он умер. Вот. С тех пор этот камень у меня как-то вот здесь внутри сидел, и я все время думала, ну, неужели нет таких средств. И, в общем, в голове осталась эта идея, где-то в подсознании, чтобы все-таки где-то что-то найти, что могло бы помочь людям. Ну, как говорится, на почве вот этих всех случаев, в общем, все в один год произошло. Папа заболел, потом после его смерти мама тяжело болела. Потом его сына оперировали, на почку операция была. И, в общем, все это меня, как говорится, взломило, и я сама заболела. У меня были ужасно зажатые мышцы в области шейных подвонков, была блокирована нервная система, у меня были ужасные головокружения, три месяца. В общем, я, как бы, впала в депрессию, было очень тяжело, конечно. Одна мама с двумя детьми, старшая дочка вводит по врачам. Короче говоря, не позавидуешь. Но это уже все позади. В тот момент, когда мне было так плохо, я сама по себе позитивный человек, я не хотела сдаваться. И я сказала, я сделаю все возможное, чтобы снова стать на ноги, потому что я не привыкла, чтобы за мной кто-то ухаживал. Я всегда привыкла, чтобы я за кем-то ухаживала. Вот, и в тот момент, значит, я заболела, когда я искала различные методы, зачем я могу себе помочь, что может восстановить новое здоровье. Ну, и в тот момент я наткнулась на сегодняшний мой гешет, и тем самым я встала на ноги. Но я такой человек, я сейчас не буду делать рекламу, то, чем я занимаюсь, вы уже многие знаете, слышали. Но я поняла, что оно мне помогло, у меня прекратились в окружении, все-все. Но по мере моей работы, я уже в течение трех лет работаю в этом городе, в край с нами, я открыла свой центр здоровья. И насколько я могу, я стараюсь помочь людям. Зачастую даже, как бы, стараюсь вот эти вот, помощь просто, как сказать, бескорыстно оказывать. И если я вижу, что что-то можно дополнительно найти, показать или предложить людям, что поможет их оздоровить, то есть без вмешательства таблеток и так далее, то я это всегда стараюсь взять и применять. Сама сначала пробую, потом людям даю. И вот, значит, в моей практике было много различных продуктов. Все, что натуральное, всегда все хорошее. Но спреи на меня производят особое впечатление, потому что они действуют очень быстро, попадают в кровь очень быстро, снабжают клетку информацией, питанием и в то же время очень быстро влияют на воздействие человека. Вот. И тем самым, благодаря моим знакомым Нина Буч, моей давней дознакомой Лене Мерк, я ее знаю уже больше 10 лет, мы, как говорится, наши дороги пересеклись, и девчонки до меня довели все-таки. Я сначала отнекивалась от них, потому что я уже работала с другой системой. Я говорю, ну это мне много, я не справлюсь. В конце концов я увлеклась, стала смотреть результат других людей. На меня такое неизгладимое впечатление произвели вот эти рассказы людей. Я просто, они многие чувствовали то же, что и я чувствовала в какой-то период. И вот это меня заставило обратить внимание на эти спреи. Я стала их изучать, я их до сих пор изучаю, не перестаю удивляться. И я пришла к выводу, что это нужно людям, это действительно необходимо. И когда я первый раз в январе месяце этого года, я попробовала эти спреи, у меня ребенок стал часто болеть, у него ослабленная вина, иммунная система. И в общем, вы знаете, когда в школу детки ходят, они постоянно друг друга заражают по цепочке, по кругу. Ну и когда я попросила Лену прислать мне спреи, я стала ему давать мультивитамин. И он, наверное, неделю он был у бабушки, на каникулах принимал эти спреи. И в общем, скажу так, очень хороший результат был, очистка, шлаки выходили. И с тех пор, вот уже прошло полгода, он больше не болел инфекционными заболеваниями. Ни ангиной, ни гриппом, ни чем. Он даже ночевал в семье, где двое детей желудочным гриппом болели. И у него не было этого ничего, он не заразился. Я потом поняла, насколько сильные эти спреи. Вот. Ну и я, значит, мне понравилось. В общем, прием этих я сама их тоже давала пробовать друзьям, знакомым. Ну и в один прекрасный день Леночка позвонила и пригласила меня на презентацию в Нюрнберг. Это когда приезжали наши, наши любимые Агуляим. Вот. И когда я туда поехала, я пригласила еще пару ребят с тобой. Вот. Это Василий Дудель со мной ездил. Сейчас он мой партнер. Я очень рада, что я с ним познакомился, что он принял решение тоже сюда зайти. Вот. И я скажу, что я еще ни дня не пожалела, потому что с тех пор, как я зашла, это был март месяц, конец марта, очень быстро пошло все в гору. Многие люди, с которыми я уже до этого работала, они доверяют мне. И если я что-то говорю или предлагаю, они с интересом это сразу принимают. И вот когда я привезла эти спреи, стала рассказывать про это, все мои девчонки, мое окружение с интересом начали их тоже принимать для себя. Все зашли под большие пакеты. И, в общем, очень быстро я стала супер-даймом. Вот. В общем, вот такой у меня старт был. На данный момент у меня очень много партнеров, уже мои партнеры приводят партнеров. И что я хочу сказать, что я рада, что я попала в эту команду. Я благодарю своих спонсоров, потому что действительно очень дружные женщины. Ну и сейчас мужчины к нам подключились. Я хочу сказать, что у меня нет вообще никаких проблем. Взаимопомощь всегда стоит на первом месте. В любое время я могу позвонить или написать, и девчонки реагируют мгновенно. Я хочу вас всех поблагодарить. Спасибо вам большое. Вот. Ну, это маленький, как бы, водный курс обо мне. Теперь вы знаете, кто я и что я. Значит, в Центр здоровья у меня уже три года. Здесь Крайсхаймер. В общем, меня уже знают очень много людей. И поверьте мне, не обязательно жить в большом многомиллионном городе. Я живу в городе, где всего 35 тысяч населения. Но этого достаточно, чтобы помогать людям стараться донести информацию. И если люди видят, насколько искренне ваше желание, то это, поверьте мне, всегда вернется назад. Это я сейчас вижу по своим результатам. По тому, сколько людей у меня заходит. Как они после того, как они попробовали один цвет, приходят и говорят, мы хотим заказать пакет и так далее. Вот. Ну, в общем, это маленький ракут. А сейчас я перейду к теме к основной. Немножко о спреях. Я не буду вам рассказывать, из чего они состоят. Для этого у нас есть отдельные вебинары. Я буду заострять на каждом спреи внимание. И вкратце говорить, для чего они помогают хорошо. Что они в нашем организме способны поменять, улучшить, реконструировать. И, естественно, буду приводить при этом уже собранные результаты. Вы, конечно, для себя делаете пометки. Может быть, вы для своих близких или окружающих эта лишняя информация как-то сможет помочь. Или для людей быстрее поможет принять решение, чтобы они начали. Потому что многие люди после долгих лечений, скажу так, сильно разочарованы. Разочарованы в медицине, разочарованы в каких-то других методах. И они потом так скептически ко всему относятся. Поэтому, как говорится, дай Бог, чтобы вам всем помогало и в работе, и в результатах. Чтобы у вас такие же были успехи. Ну, я не хочу сказать, что там у меня грандиозные успехи. Я еще не зарабатываю, как многие девчонки по миллионам. А для меня это на данный момент не важно. Для меня важно, чтобы больше людей об этом узнало. Вы знаете, это все принцип бумеранга. Мы запускаем информацию, а все остальное потом возвращается назад. Вот. Значит так. Я сейчас перехожу к нашим картинкам. У меня очень хорошая презентация. Я ее буду перелистывать. А вы можете просматривать картинки. И она создана врачами. Я не стала ничего нового придумывать, потому что здесь очень хорошо все подобрано. Значит, все четыре шпрея фирмы Alive Max. Это Авератрул, Слим, Виталити и Мультивитамин. Они все натуральные. Быстро наступает эффект после их принятия. Буквально через 15 секунд они уже находятся в крови во всем организме. Сами знаете, что они очень удобны в применении и маленькие. Усваиваются очень быстро. Быстрая маленькая дозировка. Не нужно запивать водой. Скажем так, приятные на вкус. Это очень из ванных аспектов. Вот. И циревида. То есть не так много. Их несложно запомнить. И с ними очень легко работать. Они друг друга очень хорошо с друг другом пересекаются в нашем организме и еще сильнее усиливают эффект воздействия на органы, на наши системы организма и на все, что будет происходить потом. У меня тут маленькие шпаргалочки. Я первый раз веду, поэтому, пожалуйста, простите меня. Вот. И я... Ой, я вот забыла спросить. Извините. Вы меня хорошо слышите? Потому что я быстро разговариваю. Может, я быстро говорю, и тогда звук зависает? Окей. Все. Спасибо большое. Я вижу ваши комментарии. Значит так. Вератрол. Почему Вератрол? Вератрол сам один из сильнейших спреев. В Вератрол входит Расвератрол. Что делает Расвератрол в нашем организме? Он восстанавливает кровеносную систему. Он чистит кровь. Он восстанавливает гемостаз. Гемостаз – это сворачиваемая крови в нашем организме. При облучении химотерапии очень хорошо очищает, восстанавливает клетки крови. Потом я вам скажу, что очень хорошо. Я уже, значит, есть результаты по глазам у меня. И я сама лично заметила на своих глазках. Потом мои девчонки, кто вот у меня в группе, они тоже пробовали, закапывали в глазах. Тоже очень хорошие. Мы берем Вератрол. Вот. И смотрите, я вам подсказочку сделаю. Я себе для центра заказала вот такие пипеточки. Всем видно? Вот. И вот такие бутылочки. Они с пипеточками. То есть для тех, кто хочет себе просто отдельно иметь Вератрол для глаза, можно сюда немножко отлить. И замечательно это использовать. То есть некоторые люди покупают Вератрол только для глаз. Или для ушей. Вот. Можно в дорогу взять. Ну, не знаю. Некоторым удобно вот так отдельно иметь бутылочку с пипеткой. Есть вот такие пипеточки. Их тоже можно заказать. Они очень дешево стоят. Вот. И ими очень удобно, если вы в крышечку брызнули Вератрол, вы брызгаете в крышечку. Если кто не знает, как для глазки закапывать, брызгаете. И одного пшика хватает на два глаза. То есть вы берете пипеточку, набираете. И во внутренний глаз закапываете. Сейчас я вам расскажу все секреты, как я лечу глаза. Или как мои ребята лечат. Вот. И когда вы попали в глаз, закрываете глаз и начинаете вращать яблоком глаза внутри. Чтобы плюс жидкость распределилась в глазу. А потом вы резко открываете и берете какой-нибудь журнальчик или веер. Если у кого-то думаете. И вот так машете на глаз. В тот момент, когда попадает воздух, жжение прекращается. Поэтому тем самым вы можете себе это очень хорошо смягчить, этот процесс. И буквально уже после 3-4 раз применения уже нет такого жжения. Это я уже тоже заметила. Вот. Жжение обычно наступает тогда, когда у вас сухая слизистая. А то глаз сухой. Но это очень часто. У меня была очень сильная краснота глаз. Я раньше реагировала на пыль, на дневной свет. А сейчас у меня нет краснотых глаз. Вот это я могу подтвердить. И все, кто видели меня до этого и сейчас видят, они тоже говорят, что Лена, у тебя такие глаза светлые стали. Но это вот результат как бы того, что я закапываю в Эротролл плюс глаза. Тут у меня комнаты сегодня, мои посетители были. И одна женщина, у меня в принципе все мои посетители принимают сейчас эти спреи. И вот одна из них сказала, я не закапывала еще в глаза, но я им правильно по расписанию. Вот вы знаете, да, что у нас есть протоколы по применению. Я, говорит, правильно делала по протоколам. Как вы говорили, каждые 2 часа перед снятием выпивала воду обязательно. И первые недели усиленная доза воды. Результат. У нее улучшилось зрение, она видит мелкий шрифт. Это первое. Второе. Сегодня она мне говорит, Лена, моя поджелудочная восстановилась. Ей уже даже хотели какую-то операцию там делать. Значит, что-то там образовалось у нее. Ничего нету. Очень хороший результат. Врач сказал, я в восхищении. Я не знаю, что вы там сделаете своим организмом, а вы очень хорошо выглядите. Она на лицо помолодела. Это я заметила, потому что я не видела 4 недели. И что еще? Она похудела на 5 килограмм. Вот у меня уже это четвертый случай, где у меня женщины худеют. Просто потому, что вот они действительно правильно делают прием спреев. Обязательно пить воду, обязательно перед спрыскиванием и обязательно в течение дня еще достаточное количество воды. Так, продолжаю. То я отвлекусь, я могу исключительно рассказывать. Значит, мы идем дальше. Вератрол. Вот, значит, здесь также показания перечислены все основные заболевания, когда желательно принимать вератрол. Это сердечные заболевания, у кого инсульт был или инфаркт, прединфарктное состояние, у кого закупорки сосудов головного мозга. Это единственный из препаратов, это расфератрол, который способен прям проникнуть в клетки мозга и в кровеносные сосуды мозга. Поэтому это самый-самый лучший, наверное, препарат из спрея на данный момент. Потом при каких-то АРВИ заболеваниях, вот простудные заболевания. Вот, кстати, недавно у меня у мамы кашель был. И я где-то у девчонок в Ютубе слышала такой тип, что если вы чувствуете, что у вас кашель начинается, брызгайте вератрол под язык, а в воду в теплую, в кружку теплой воды, такое, ну, 3-6 раз, как нас учит Хайко. Хорошо, накапать и 2 или 3 пшика слима и выпить. Так 2-3 раза, и простуда уходит сама по себе. Вот моя мамуля это все проэкспериментировала, она у меня принимает все, что я ей скажу. И я вам скажу, мама очень быстро прошла простуда, ну, вот она уже второй месяц принимает, начала спрей. У нее раньше было очень высокое давление, 160-180, плюс она носила с собой всегда вот эти таблетки срочного реагирования, я их называю. Сейчас у нее давление 112-120. Она говорит, у меня никогда такого давления не было, этого не может быть, может мой препарат врет. Я говорю, мам, ходи к врачу проверься. Она пошла проверилась, врач говорит, ой, вы знаете, я вам, наверное, таблеточки другие выпишу, это для вас уже сильная доза. Так вот, она эти таблеточки принимает половинку раз в 3 дня. И другая моя тоже, с моего центра, посетительница, у нее высокое давление и сахарный диабет. Вот она от сахарного диабета принимает по 3 таблетки и от давления. Сейчас, спустя полтора месяца приема спреев, у нее стабильное давление 120-125, и сахар у нее понизился с 7,6 на 6,045. Я не сильно разбираюсь вот в этих единицах, но для меня, извините меня, полторы единицы вниз ушло за полтора месяца. Я думаю, при сахарном диабете это очень хорошо, потому что ее врач сказал, Браво, аплодирую, так держать. Вот, и она приходится в таком хорошем настроении, она говорит, у меня пропал аппетит на сладкое, я не хочу ничего сладкого кушать. Говорит, я хожу охотно гулять. Другая моя посетительница, Наташа, говорит, ну, пожилая женщина уже. Она говорит, ты представляешь, я 6 километров, ей 75 лет, Наташа, прошла до своей дочери, ну, там, вдоль нашего городка, и, говорит, я бы могла столько же назад пройти. Она меня, правда, сказала, нет, мама, я тебя отвезу на машине. Она не верит, говорит, что я столько могу проходить. Опять же, она принимает вератрол, слим, теперь виталити, до мультивитаминала она еще не дошла. Следующий пример, я не знаю, как по-русски хальпрактикер, ну, травники назовем их так, те, которые лечат натуральной медициной. В общем, он сам уже на пенсии, и ему один из моих коллег дал вот эти спреи, он принимал только слим и вератрол, а он еще с этим спендалем работает, он их проверяет, эти спреи. И он начал их под язык брызгать, и, по-моему, он брызгал себе вератрол на голову, у него там что-то с кожей, какое-то обострение, шелушение все время и так далее. В общем, у него улучшился состав кожи на голове, и у него в глазу лаукома. Лаукома, да. И у него, он сказал, что он стал лучше видеть на этот глаз, хотя он в него не капал, он просто принимал его под язык. И еще, он ходит гулять с собакой, это вот две недели он попринимал эти спреи, он сказал, что собака побежала, он обычно, когда за ней бежал, он не мог быстро бежать, у него была всегда отдышка. Последний раз, когда он пошел гулять, собака побежала, они бежали, бежали, он говорит, я не останавливался, я чувствовал, я дышал себя так хорошо. В общем, у человека прошла отдышка, я не знаю, это временно, или мы будем наблюдать, разговаривать с ним еще, мне очень интересно вот его мнение тоже, но он сказал, что до этого времени он еще не встречал такого препарата, который бы вот у него отдышку убрал. В общем, вот такой вот классный результат. Я сама в шоке, скажу я вам. А для меня каждый день какие-то результаты, которые приносят мои посетители, это как мир, открытие чудес. Опухлевое действие. Значит так, у меня есть посетители, ну не посетители, а друзья, знакомых, они у мамы рак груди. Я уже писала такой небольшой результат в группе. Значит, у нее обнаружили рак груди, но ей делали только тепловую терапию. Вот, до химотерапии не дошло. И в тот момент, когда она принимала тепловую терапию, она получила наши спреи. В общем, она принимала сначала два, как в протоколе, слим и вератрол, а потом подключила виталити и мультивитамин. В общем, она себя чувствовала хорошо, у нее был аппетит, она похудела на 4 килограмма естественным путем, потом ее не тошнило, вот, и у нее была энергия. Это очень важно, потому что эти терапии, они, вы с вами знаете, как они действуют на людей. Вот, и что самое интересное, она дала результаты крови, анализы показали хорошие. В общем, я сегодня списывалась с ее дочкой, специально, думаю, спрошу еще, может быть, что-то свеженькое расскажу. Дочка сказала, что у нее самой, у Леночки, Леночка ее зовут, у нее прошла аллергия, стало легче, ей проверили легкие, легкие стали чистыми. Потом у нее рост волос улучшился, и она сказала, что у нее прошли головные боли, мигрени. Вот, а у мамы, в общем, она сказала, сейчас у нее второй месяц она принимает, у нее сейчас такой этап, этот этап называется обострение. Вы видели, я в группу скидывала лист с перечисленными обострениями, все видели, все читали в группе, где список стоит, какие обострения могут во время предприятия спреев. Отметьтесь плюсиками, кто ознакомился с этим. Вот, я, значит, когда, спасибо большое, вот, я когда скинула эти результаты, люди стали по-другому уже реагировать и стали лучше понимать, что с ними происходит. Поэтому в этом пункте я хочу еще раз сделать бетон на одну вещь. У нас есть и на русском, и на немецком протокол, или по-русски это называется, что нужно знать новичку. Пожалуйста, распечатывайте это. Если вы даете людям спрей, давайте это с собой. Я просто с общениями с нашими девочками, с коллегами, уже нацикалась несколько раз, что девчонки, ну так, как те, которые, я думаю, те люди, которые поверхностно слушают информацию и недостаточно часто посещают вот наши школы, начинают давать шприи или советуют людям принимать четырех раз. Ни в коем случае. Они хоть и витаминные, но это препараты, и они начинают вызывать усиленную работу организма, они запускают все процессы. В этот момент происходит, когда человек начинает принимать по четыре раза. Я не знаю, как вы говорите, все четыре или с двух начинать запускать, как революция начинается в организме. Вот представьте в этот момент, начинаются камни активно топиться, начинается кровь чиститься, паразиты табуном идут из организма. Если еще недостаточно воды пить, то там вообще катастрофа. И вот в этот момент обострение мочевого происходит, у вас идут активные боли в почках, у вас идут активные боли в печени, яичники вы будете чувствовать, у вас будут выходить всякие губки с матки, или у мужчин, как говорится, с другого канала. Вот, поэтому, пожалуйста, с маленьких доз, все спреи, все равно, опэтослим, или это вератрол, или мультивитаю у меня высыпало, потому что я принимала гормональные таблетки, каюсь. Вот, у меня высыпало вот здесь на шею, у меня высыпало вот здесь на висках. Как будто я, знаете, в этом 16 лет прищики кругом по телу пошли. Чистила меня конкретно. Вот так же и вас чистят те, кто сразу начинает. Потом, например, у меня было так, что я не все спреи. Вот, маленьких доз, больше воды. Если вы думаете, что вы пьете 2,5 литра или 3, это достаточно в некоторых случаях. Я и говорю, если человек говорит, что я при серьезных заболеваниях, при обострении этого недостаточно. Нужно усилить в этот момент количество воды, особенно когда жара сейчас, лето. Обязательно говорите людям, что в летнее время еще больше надо воды выпивать. А при обострениях не только воду. Я вот, кстати, тоже прочитала и вам посоветую, это я уже проверила. Когда начинается обострение, начинает усиленно чиститься лимфа, пейте больше воды и можно чаще, потом уже, впоследствии возрастания, чаще брызгать при сильных обострениях вератрол, потому что он единственный, который очищает кровь и улучшает кровообращение, и быстрее происходят вот эти вот все процессы, обмена веществ. Вот, значит так, об обострениях. Переходим, сейчас мы, сейчас я быстренько пролистаю. Значит, мы говорили о вератроле. Обязательно прием вератрола должен сопровождать слим. Слим восстанавливает обмен веществ, слим помогает очищать лимфу, а лимфа у нас это один из важнейших жидкостей в организме, одна из важнейших жидкостей в организме, которая приравнена к крови. Только она двигается снизу вверх, а кровь сверху вниз. И если лимфа забивается, то начинается образование различных видов рака. То есть вы сами знаете, если там верхняя, нижняя часть, это уже разные стадии рака. Лимфа должна двигаться. Двигает лимфу что? Наше движение. И количество выпитой воды. Так. Слышно меня? Вот это вот тоже фотографии собраны девочками. Дыхание. Окей. Вот мы были тоже на презентации, там тоже была одна коллега наша, и она рассказывала как раз о венах. Видео вы тоже уже видели в интернете. Вот как раз по венам я тоже могу подтвердить. Азупару женщин, которые, если она правильно принимает вератрол и слим, потом увеличивает дозу, то есть подтверждает тоже, что вены заходят повнутрь и восстанавливается. Но опять же, если вы не будете достаточно пить воды, то вот это вот чистки не произойдет. Без воды ничего не идет. Вот. Теперь дальше. Видите? Вот это вот все фотографии тоже с тромбами связаны. Инсульты, наглядные примеры. Я просто пробираюсь к слиму, и хотела, чтобы вы еще фотографии посмотрели. Значит так, слим. У меня с ним очень хорошее. У меня, как и у Мили, коллеги с энергией. У меня тоже было в самом начале, когда я начала его принимать, организм стал насыщаться, обмен веществ стал путаться. Я так это слегка, наверное, пару кило точно накинула. Потом думаю, да что это такое, непонятно. Хотя иногда бывает, когда вот лимфа чистится, она же двигается снизу вверх, вот сюда доходит, и у нас вот тут получается вздутие. Это вот как раз лимфотоки здесь. Они же не так быстро двигаются, как кровь. А лимфа, лимфа надо 3 месяца, чтобы она прошла весь круговорот. Вот, и она продвигается, когда сюда вверх, в области животика может такое хорошее колечко образоваться. Так что не удивляйтесь, если вам будет казаться, что вы поправляетесь. Это все процесс восстановления. Поэтому водичка, водичка, еще раз водичка. Теперь, значит, по восстановлению обмена веществ я уже говорила. Потом сахар, я вам уже привела пример, значит, сахарный диабет. Значит, у меня такое, я сразу скажу, у меня еще не было результатов, где совсем вылечились, но тенденция восстановления сахара в крови, а у меня есть уже результаты, я вам скажу, в общем, то есть там уже доказательства врачебные, подтверждение обследования крови. Вот, метаболизм, а, сын у меня, вот, он после операции, мы сделали операцию на почку, и у него после этой операции нарушился обмен веществ. Раньше был вот такой, как печка, а потом начал все время, вот чтобы он ел, у него прям вот он хорошо поправлялся, набирал вес. Вот, меня это, конечно, насторажило, потому что для своего возраста, допустим, 9 лет, он весил больше положенного, и вначале, когда вот я ему подавала мультивитамин, я видела, как у него шлаки выходили, как чистилось все, вот, и потом я все-таки решила ему начать давать вера от роллы слим, и вот сейчас я вижу, он за месяц похудел на 6 килограмм, то есть ушло лишнее, все, что там у него было, собрано, то есть тоже начал таять, как айсберг. Теперь, сок, у меня лично шел песок, руку поднимаю, я даже из любопытства собирала в баночку и смотрела, что там происходит, такие мелкие крупинки, у меня есть предрасположенность, у меня когда-то был камень, после родов у меня где-то месяцев 7 было моему ребенку, у меня шел ужасно сильно камень, никому не желаю это испытать, лучше бы я 3 раза родила, вот, но скажу так, что значит у меня был и песок, потому что я его видела. И еще не пугайтесь, если вы будете идти в туалет, и у вас не будет получаться ходить в туалет по письме, да, потому что в этот момент у вас-то может скаплиться песок, и у вас будет такое неприятное ощущение. Опять же, старайтесь больше водички пить, оно тогда будет с большей водой выходить. Камень где? В почке, в почке был камень у меня, вот. Но потом я не наблюдала таких обострений, а бы песок у меня выходил. И у другой девочки, вот у которой был диагноз мультисклероза, у нее тоже был песок, и он тоже у нее 3 дня шел, я же рассказывала, у нее, вплоть до рвоты открывалось, когда шел у нее интенсивный песок, потому что она большими дозами слим начала принимать. Поэтому я ей говорю аккуратно, слим, он делает очень интенсивную чистку, особенно слим. Виталите с высоким давлением тоже будьте аккуратны. У меня мамочка его начала в стакан воды брызгать и выпивать, чтобы организм привык к составу. Иначе будут обострения через виталити тоже. Потому что я, например, когда начала принимать виталити, и особенно на высокие дозы переходила, я чувствовала, как у меня учащенно бьется сердце. И не у меня, а у одной, а у другой мне тоже говорили, что именно сердце начинает показывать ритм. Наверное, потому что усиленно кровообращение начинает двигаться, и гормональный фон начинает восстанавливаться. Вот это вот все в совокупности может вызывать такие легкие обострения. Но это не больно, но, я скажу, неприятно. То есть вызывает такой страх немножко. Что... Так, где я остановилась? Слим. Да, ну, слим, значит, вам уже понятно, что он тоже на похудение влияет. У некоторых сразу, но, может быть, все-таки это все равно зависит от питьевого режима, если вот вы действительно достаточно пьете воды. Да, классная рекомендация. Виталий, ты брызгай воду. У тех, у кого вот именно нужно с маленьких досок какой-то определенный спрей принимать, брызгайте воду и выпивайте. У меня были люди, у кого начинались обострения с вератрола. То есть начинали брызгать вератрол, полностью высыпала там, шея вся высыпала и так далее. И мы тогда возвращались на один пшик в день и брызгали его в воду, и человек два или три дня с водой пил его. Обязательно тогда через, как бы, кишку вот здесь в животке, оно впитывается все равно в организм кровь, но не в такой дозировке. Вот этими маленькими дозировками оно, как бы, легче будет организм принимать. Теперь, что я хотела о Виталии еще сказать. Тут вот один хороший результат, видите, вот как раз по Слиму результаты. Я поверю, что эти фотографии реальны, потому что я уже вижу по своим женщинам, которые ко мне приходят, которые за 4 недели принять. И вот такой песок, вот у меня наподобие такого песка тоже выходил. То есть если вы увидите плавающее что-то в баночке, можете себе спокойно собрать, и посмотреть, что из вас выходит. Но выходит не только песок, выходит какие-то нити оттуда, выходит у некоторых, кто принимал химические препараты, может даже темные сгустки крови выходить, запеченные, как будто она створилась. Вот, паразиты, вератрол, когда принимаете Альзу, очень хорошо выходит. Начинается выход с больших, с крупных, а потом уже начинают где-то через месяц-два маленькие выходить. Маршируют как солдаты, они не хотят жить в нашем организме, потому что им больше среда не располагающая является для них. Вот, ну кожные заболевания я еще не сталкивалась, может быть кто-то и расскажет мне на днях что-то такое. Цыпь, кстати, я вам дам один тип. Если у кого-то при приеме вератрола начинает сыпь на лице, на шее, там в области паха, ну там где основные лимфовые узлы, берите просто пищевую соду, идете в душ или в ванную, в ванную, если идете, можете прям в ванную насыпать пол-пачечки, а если в душ намочили тело, прям взяли пищевую соду и делаете пилинг на все те места, где высыпали эти прыщики. Они очень хорошо вычищаются соды, и вот эта краснота уходит. Ну не надейтесь, потому что вератрол вы же будете принимать, и пока он не удалит все, что там у вас собралось, они будут периодически выходить. Это может неделю-две длиться, у меня длился целый месяц. Но у меня в организме было достаточно химии, которую нужно было выкинуть из организма. Вот, Виталити. Ну что, могу подтвердить, что он очень активно делает мою семейную жизнь. Мне пришлось я давать мужу, чтобы он шел в ногу со временем. А теперь выносливость, тут написано, физически, очень много энергии дает. Я вам уже привела пару примеров, где у меня уже бабульки по 6 километров гуляют. Вот, и пожелания. Там, значит, я вам скидывала вот эту систему меридианов, где Виталити принимается 2 раза в день, да, утром и вечером. Азупатим, спреев, взбрызгивание под язык 2 раза в день, это много. Он очень сильный. Я сделала так, я брызгаю, вот когда я уже дошла до этой фазы, перешла на эти меридианы, приемы, я брызгаю 4 раза под язык утром и 4 часа 3. Вот достаточно. Он и энергии дает, и работу выполняет, но он очень сильный, он вызывает прям сильное биение сердца. Вы потом до часу ночи не сможете заснуть. Вот, поэтому с Виталити не нужно сильно больших доз. Пробуйте по минимуму, и так, как вы себя чувствуете комфортно в этом приеме, на такой дозе оставайтесь. Я бы посоветовала его сильно много не брызгать, он вызывает сильные обострения в организме. Так, теперь. Ну, хорошо, гормональный баланс восстанавливает. Это мне уже тоже мои, все, у кого вот щитовицкой, то есть замеряли, уже видят изменения в положительную сторону. О Виталити могу сказать, можете попробовать волосы. Вот здесь у кого есть изолысины, или волосы начинают выпадать, кто особенно много красит волос, или у мужчин, попробуйте побрызгать Виталити на места вот эти и повтирать. То есть желательно это на ночь делать, чтобы его не смывать. Потом, если у кого-то какие-то проблемы с кожными, раздражения, нейродермитез, вот такой вот, цариаз, и под язык, и на кожные места вот эти можете брызгать. Он очень хорошо витаминизирует и обновляет клетки кожи. Вот, поэтому результаты, в общем, по волосам очень быстро приходят. Так, ограничения вы знаете. Очень аккуратно тем, у кого высокое давление, то есть вплоть до того, что можете с водой начать принимать, выпивать. Потом деткам желательно не раньше, чем с 13 лет давать внутрь под язык. И, ну, на кожу, если какие-то кожные реакции или заболевания, то у детей можно брызгать на кожу. Я не думаю, что через кожу будет вот такой интенсивный этот. Я своему ребенку брызгала, когда были, вот, несмотря на то, что ему 9 лет. Теперь его от беременной не советую принимать, то есть вообще нежелательно, и кормящим мамам. И тем, у кого эпилепсия и судороги. Ну, это тоже, судороги, это тоже эпилептические такие приступы. Вот, вот на это обратите внимание. И, пожалуйста, когда людям даете, спросите, есть ли у них какие-то такие симптомы. Ну, или обязательно протокол дать. В протоколах везде об этом написано. Так, что-то здесь ничего не показывает. А, ну, вот здесь и противопоказания. При гипертонических кризисах, при беременности, во время родов, после родовой период, в период кормления. Так, это я быстренько пробегу. Калы вам сейчас не надо. Тут тоже очень хорошие результаты. Вот, пожалуйста, девочки, у кого проблема была с бездетностью, то есть девочки в положении. Буквально результаты многих даже через 4 недели приходят. Вот, кожные всякие заболевания, подкожный клещ, потом, вот видите, это как нейродермитис была у женщин. Вот такое все уходит. Вот это вот пример как раз псориаза, видите. Вот, прошло после применения трех спреев. Теперь, вот видите, у детишек тоже. Это нейродермитис. Вот тоже псориаз. Вот, ну, эти вы картинки все можете еще и в интернете посмотреть. Просто здесь как наглядный пример вот этим серьезным заболеваниям, которые практически не лечатся. Витилиго у нас есть девочки, которые принимают таким заболеванием, но пока я ничего не могу сказать. Как только будет результат, я вам обязательно сообщу. Вот. Ну, мультивитамин. Сами знаете, какой он у нас шикарный. Шикарный, витамины, минералы, аминокислоты. Все это насыщает энергией, усиливает нашу иммунную систему. Он очень хорошо тоже в гемостазе участвует, в обмене веществ, во все иммуны. Практически мультивитамин принимает, кстати, витамины все во всех процессах организма. Вот. И поскольку он насыщает организм необходимыми витаминами, укрепляет нашу костную структуру, мышцы, кровеносную систему насыщает витаминами. Вот. Но опять скажу, если вы начинаете принимать спреи, его, пожалуйста, подключайте в самый последний момент. Организм должен почистить от того все, что его обременяло, в том числе и паразитов. Если есть паразиты, а они по статистике из 10 человек присутствуют в пути вести, то мультивитамин как раз их начнет откармливать, если его в самом начале давать. Если же, там, скажем так, заболевание, обострение, когда мультивитамин необходим, то я советую тогда давать его с вератролом вместе, проделать процесс, допустим, после химотерапии восстановления иммунной системы, а потом уже включить вот эту систему очистки, опять с нуля начать вератрол, слим, потом подключить виталити, а потом в конце мультивитамин. То есть есть такие исключения, случаи, когда надо срочно включить мультивитамин. Мультивитамин можно давать бэбика, вот, и маленьким новорожденным, пипеточкой, тоже пипеточкой, одну капельку под язычок, и очень хорошо беременным мамочкам, потому что в период беременности малыш забирает у нее все витамины, кальций, магнезиум, вот, а синтерические витамины не способны восстановить это в организме мамочки, как вот наш натуральный мультивитамин. Вот. Видите, тут вся перечислена табличка, значит, он очень хорошо шлаки выводит, я уже вам говорила, то есть уже когда я только один мультивитамин сыну давала, у него очень хорошо чистился кишечник. Вот. И еще хорошо он тоже энергию дает, девочка, которая вот с мультивитамином заболевания, она вот сама наблюдала, она сказала, ей энергию не так виталити, как вот с мультивитамином. Ну, в ее заболевании я поверю, потому что там очень сильно ослаблена иммунная система, и у нее иногда вот в период ее заболевания не было даже сил просто кружку держать. Кстати, у нас еще появились люди, которые взяли на пробу сейчас принимать наши спреи, там сучи очень тяжелые, 30 лет женщина болеет мультисклерозом, 20 из них лежит в кровати, то есть человек не ходит, не разговаривает, то есть он общается с мужем только глазами. Представьте, до какой степени, ой, я вообще, мне трудно же это представить, как эта женщина это все переживает. Вот. Но что интересно, когда ей один раз муж брызнул вератрол под язык, у нее буквально через 5 минут появился румянец на лице. Кровообращение пошло. Это во-первых. Во-вторых, он говорит, до этого она ходила один раз в неделю в туалет. Сейчас она несколько раз в день ходит в туалет. Вот. Это не только. И то он вератрол не брызгает. Я ему спросила, я сказала, попробуйте аккуратно, потому что я не знаю, какие у нее будут реакции, она лежит в постели, то есть человек не двигается. Представьте, если ему сейчас вератрол начать усиленно, он уже начинает все чистить, а у нее мышцы атрофированы, можно сказать. Там хотя и делают массаж, но это не то, когда человек ходит, наклоняется, двигается, приседает. Вот. Поэтому я сказала, начинайте с принятием с водой. И он начал так давать, вот такие результаты. Представляете, вот так ее хорошо очищает, несмотря на то, что с водой дается. Вот так. Я сейчас еще посмотрю результаты. Какие? А, ну я вот, это то, что мои уже клиенты сами накопали. Значит, по поводу изжоги. Ушла за 2 недели после перенятия Слима и Вератрола. Теперь глазное давление. Через 4 недели. Вот тут много сидит перед компьютером, работает. У них очень сильное давление на глаза. И глаза очень часто устают, и потом они вообще не могут на свет смотреть, раздражение и так далее. В общем, раздражение ушло. И чувствует себя очень хорошо человек, то есть нету больше вот такой усталости в глазах. Потливость ног. Это тем очень многие люди мучаются. Это опять нарушение обмена веществ, когда лимфа застаивается. В общем, прошла потливость ног. Аллергия. Ну, за аллергию я уже вам говорила. А теперь... Так, остеохондрот. Кто знает, что такое остеохондрот? Ну-ка, поставьте плюсики. У кого вот здесь зажимают нервы в области лопаток и шеи? Девочки, вы меня слышите? Алло. Алло. Окей. Вот. Во время остеохондроза, когда начинаете принимать вератрол, флим, виталити, мультилен, после всех четырех спреев, вы будете ощущать, что вот эти вот спазмы, да, там, мышца, вы их не будете больше чувствовать. Вы будете просыпаться, даже если неправильно на подушке спали, вот это вот ощущение неправильности очень быстро будет уходить. Это я могу подтвердить. У меня вот это все ушло. Раньше у меня вот тут, я если плохо спала, неправильно, у меня в укус тянуло мышцы, надо было разминать, тянуть себе вот эти бенды. Або сейчас, если я прекрасно чувствую, то есть я могу сказать, это через спреи все происходит. Укусы комаров. Прекрасно. После вератрола. Если вас укусил комар, попробуйте немножко накапать на укус, перестает чесаться и весь нейтрализуется вот этот яд, который именно под кожу запускает, слюну свою. Вот она при помощи вератрола очень хорошо. Но, честно скажу, кто-то писал в результатах, я могу подтвердить, меня комары не кусают сейчас вообще. Мы с открытым окном, я ни разу не проснулась, чтобы меня где-то укусил комар. Прошлым летом я была вся покусана. Вот, поэтому я могу сказать, без тем-то они на мою кровь уже больше не летят. Теперь, что еще? Зрение я вам уже тоже говорила. Поджелудочное, обмен веществ тоже мы назвали. Ну вот, это как бы основные такие интересные результаты. По мультисклерозу я вам уже освещала. По сахарному диабету я тоже сказала. Ну, то, что худеют, это я уже на глазах у меня происходит. Волосы хорошо начинают расти. Я уже тоже вам об этом говорила. Вот, сон очень хороший. Что еще девчонки отметили? Это мне вот мои уже кунды рассказывают. Люди, кто на ночь брызгает мультивитамин, вот как раз по системе меризианов, в 7 часов вечера, если мультивитамин вы забрызгиваете, вы, во-первых, спите очень хорошо, высыпаетесь за короткое количество времени. Меня утром тяжело вырвать из сна, и я за ночь могу 2 или 3 сна увидеть. Причем с различными историями, в некоторых сама поучаствовать. Но я скажу, что мои ночи стали насыщенными, а сон, как сказать, отдыхающий. То есть я не просыпаюсь и не уставшая, там, знаете, еще что-то такое. А вот именно через мультивитамин, вот он так хорошо воздействует на нервную систему, что мы очень хорошо можем расслабиться во сне. Вот. Ну и, конечно, отдыхаешь очень хорошо телом и душой. Что еще скажу вам, что при обострении спры, как жизненной необходимости, такое, как отравление, или, допустим, если что-то попало в организм, да, что может понести тяжелые последствия, то вератрон для очистки крови, лимфы, я советую брызгать тогда очень часто. От 15 минут до ежечасного. Но это вот именно при... И, кстати, после... При раковых заболеваниях, после химотерапии, тоже надо начинать с частого потребления, чтобы быстрее почистилась кровь, и вот эта вся химия покинула организм, клетки смогли снова восстановиться. Вот. Ну, у каждого разность свои. Я вот слушала много результатов и там, и там. Вот в моем случае мои онкобольные женщины, они принимали все 4 спрея, но в порядке возрастания. Лимвератрол, а потом Виталити и мультивитамин. Сыпа, да? Что-то я слышу. А, окей. Вот. И другая женщина, значит, у нее ушли метастазы в спине. Она, говорит, очень много энергии, говорит, и она себя еще никогда так хорошо не чувствовала. Я ее тоже берите в немецкую группу скидывала. Это немка женщина. Вот. Она до такой степени, скажем так, восхищена этими продуктами. Вот она себе на этой неделе заказала большой пакет. Она для себя заказала, для мужа, и сказала, у меня есть очень много знакомых и друзей, кому я смогу эти спреи предложить, своим примером доказав, что если не сдаваться и верить, как говорится, в то, что это не твой час пришел, то можно жить и радоваться жизни. Вот это самое главное. Я хочу, чтобы вы тоже оставались на этой оптимистической ноте. Да, уходят люди, да, умирают, наши близкие умирают. Мы, это тяжело, вот это вот, драму пережить. Но тут нельзя ничего сказать. Я даже не могу гарантировать, может, мой папа, помогло бы ему тогда, не помогло, может, он просто уже свой этап жизни прошел или свое задание выполнил на этой земле. Люди приходят и уходят. Один человек умирает, другой рождается. Единственное, что я поняла из-за этого, что кроме тебя самого, вас, меня, никому ты не нужен. Мы все орудия наживы в других руках. В этом плане я хочу сказать, делайте что-то для себя самого, любите себя, не забрасывайте свое здоровье на последний план. Я столько людей встречаю, которым я говорю, ну почему вы не хотите для своего здоровья уделить время, внимание и так далее. Ай, некогда, ай, дом, ай, работа. Ну когда вот я тогда заболела, моя работа осталась в стороне, они меня уволили, потому что я не нужна им была больная. Мои дети, хорошо у меня взрослая дочка, только она меня одновидно сопровождала. Я в тот момент, моя мама была в тяжелом состоянии, я сама, я через это прошла. И если бы я себя, как тот барон Мюнхгаузен, вот так за голову не схватила и не вытащила наверх, я еще забыла вам рассказать, я добавлю, в тот момент, когда я была, скажем так, тяжело больна, в глубокой депрессии, я себе составила карту желаний. И я на ней наклеила все то, что я хотела, чтобы было в моей жизни. Вот верите ли, нет, в первый год все, что я наклеила на этой карте желаний, после того, как я ее сделала, в 70% все реализовалось. И вот я сейчас после встречи с Алиф Максом, с Гуляем, я себе сделала новую карту желаний. Я ничуть не сомневаюсь, что моя карта желаний через год, но 60% тоже реализуется. Сделайте себе такие карты желаний, напишите все, что вы хотите достичь. Вы хотите выздороветь, или вы хотите встретить другого человека, или вы хотите встретить свое счастье, любовь, хотите чего-то добиться в бизнесе, или, может быть, найти другую работу. Пишите четко все, что вы хотите, формулируйте ваши желания. Вот очень важно, чтобы человек никогда свою мечту не бросил лелеять. Мечта должна осуществляться, для того она и мечта. Она не должна остаться вот там, за горизонтом, она должна вот именно, чтобы вы ее ощутили, и ощутили радость этой жизни. Для меня радость жизни, я вот всегда хотела помогать людям. Вот она в данный момент осуществляется. Как это будет потом, я не знаю. Но вот я хочу, чтобы вот моя энергия, на которой я сейчас позитивно заряжена, вам передала через этот экран. Я желаю всем удачи, и желаю, чтобы вы точно так же убедились, собрали свои результаты, получили резонанс положительный в разные стороны, друзей и знакомых. Я знаю, как скептично относятся всегда друзья и наше окружение к тому, что мы делаем, но только когда от третьего лица дают до этих людей информация, они поверят в то, что говорили вы. Закон третьего лица никто не отменял. И если вам не верят ваши близкие, отправьте мое видео, вот эту презентацию, отправьте видео других людей. Только тогда у них сработает вот здесь что-то, и люди начинают задумываться. Спасибо вам большое, я была рада, что вы все были сегодня здесь со мной. Я, честно говоря, очень волновалась, вот там внутри, но мне хотелось вам очень многое рассказать. Наверное, один раз лучше услышать, чем сто раз, как говорится, увидеть, ой, наоборот, один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот. Я хочу, чтобы мы оставались в ВКонтакте. Если у вас будут вопросы, какие-то свои новые результаты, пишите, пожалуйста, в чат. Нам тоже это очень важно. Мне важно не только, что я сама пишу, мне важно услышать ваши, пускай это мелочь, но это вот действительно сыграет большую роль у кого-то другого, у кого такая же проблема есть. Давайте я вам желаю хорошего вечера, спокойной ночи. У нас сегодня праздник в моем городе, мы еще идем гулять. Я получила массу удовольствий, я смотрю, сколько много людей было, и я хочу вам пожелать всем-всем хорошего дня, хорошего вечера, хороших выходных. И я всех целую, обнимаю, вы для меня как большая семья. Счастливо вам всем.